Здравствуйте. Я хотел рассказать, что год назад я писал статью о блокчейне и биткоине. Статья была такая вполне нейтральная. Я там не рекламировал криптоанархистов в вопросе философии, не говорил о том, как строить пирамиды. Я просто говорил о том, что надо изучать блокчейн и попытаться его как-то использовать в реальной жизни. Испотя на это, статья вызвала очень критические отклики. Меня обвиняли чуть ли не в том, что я с подворцами преступником и так далее. Причем для прошлого года это было вполне нормально. Тема блокчейна и криптовалют была такая, очень скользкая тема. Я хотел сказать, что сейчас ситуация поменялась. В отношении криптовалют осталось, по сути дела, то же самое, но в отношении блокчейна все поменялось прямо в противоположную сторону. И блокчейну сейчас дам зеленый свет. Если мы смотрим, что сейчас происходит в мире, то, ну, в мире и раньше было блокчейном занимались, да, то есть в этом году уже выделяются громадные деньги в правительственном Великобритании, Банком Англии, участвуют в блокчейне Фудетский фонд ЮСЕФ. И эта вот движуха, как говорится, вот эта вот волна, она, конечно же, пошла и дошла и до России. В России тоже, значит, начали заниматься блокчейном. Создана рабочая группа, где изучили блокчейн СБ. Ну, вот Киев выступали наши пионеры, в этой области, конечно, очень хорошая, очень важная работа они сделали Сбербанк, где все время говорить о блокчейне. Так что блокчейн сейчас это разрешенная тема, это не запретная, ей можно спокойно заниматься. Значит, по поводу блокчейна, вот есть свежий, ну, точнее, свежий доклад Биллойд, аналитиков, которые смотрят, какие тренды в IT на 2016 год. Вот первый тренд, они ставят, это блокчейн, второй тренд, это тренд вещей. Это говорит о том, как они оценивают эту важность технологии для всего мира, для IT. Технологии, конечно, рассказывать не буду, я просто покажу еще доклад государственной службы по науке Великобритании, вот ссылочка есть, если снимите, очень важный доклад, его, кстати, цитировал Греф недавно, когда он выступал перед Сбербанком. И там говорится о том, что государство очень может сильно помочь блокчейн совершенно в разных областях, от сбора налогов до выдачи паспортов и земельных кадастров. Уже есть даже реальные ситуации, когда блокчейн помогал. Это вот бразильский стартап Bination, они заключили заговор с Эстонией совсем недавно, да, и по нему в блокчейне регистрируются мигранты, то есть проблемы для борьбы с мигрантами. Ну, не борьбы с мигрантами, а помощь мигрантам. То есть мигрантам выдают паспорта в блокчейне, которых они могут получать пособия и, более того, даже могут жениться там с помощью этих вещей. Ну и в банках, естественно, большая пошла, как говорится, движуха, да, вот уже и Банк Англии поставил задачи по поводу блокчейля, Банк Америки занимается. И вот наиболее известный проект R3SF, который тоже уже провел испытание, в этом году, наверное, три раза уже сообщал о своих испытаниях. Это крупнейшие банки объединились и решили сделать блокчейн-систему для того, чтобы обмениваться между собой. Ну, здесь у них много задач, но одна из основных, это, конечно же, убрать R3SF, который очень дорогой, очень старый и не всем нравится. Ну, кроме того, там есть куча побочных вещей. Вот только товарищ из Киви говорил, что нет альтернативы биткоину и эйтериуму. Действительно, начали они на R3SF, начали на эйтериуме, кстати, они в облаках, это на область, который был развернут в микрософте. Но сейчас, в последнее сообщение, буквально 5 апреля появилось, они сказали, дали пояснение, что хотя бы они протестировали на Azure, на IBM Cloud, на Amazon, в облаках это все было, да, и все делали на эйтериуме, но в итоге они все-таки будут использовать не эйтериум, а вот так называемый проект корда, в чем подробности они не сказали, но сказали, что там даже не будет криптовалюты в этой системе. Вы сами понимаете, что немножко другая система, это банки между собой закрытый блокчейн, но тем не менее, то есть какие-то есть движения, да. Значит, микрософт недавно заявил, что он будет работать, включил соглашение с R3SF, и микрософт тогда первый, кто подоставил облако для решения платформы для создания блокчейновских систем. Это блокчейн SaaS, ну, в общем, эйтериум БААС, это сервис, я так не буду сокращать, был полный, давать название, скачем, не очень богозвучно получается. Вот. Ну, что там есть на этом облаке, да, на эйтериум БААС, из-за сервиса, да. Значит, ну, в частности, вот, проект АГУР, да, это децентрализованное рынок в предсказании, и вот уже, вначале, с теми интернет и вещей, это Stockit, это, значит, стартап, который сейчас вот уже есть договоренности с одной из немецкой компании, которая выпускает электромобили, и вот, используя Stockit, этот электромобиль превращается в большой бумажник, он подъезжает на заправку, заряжаться электричеством, и при заправке сюда уже рассчитывается за электричество, причем там есть какие-то варианты, когда он даже может заряжаться электричеством, стоя на красном свете светофора. Ну, это вот уже реальные вопросы уже к интернету вещей. Значит, по поводу платежей, это, вы знаете, Alibaba, Alibay заявил, что будет облачный сервис на технологии блокчейна, опять-таки, не будут от этого останавливаться. Если говорить о более низком уровне, то есть, не облаках, а вот облака, которые созданы уже внизу, то есть, не на отсюдах, а на компьютерных пользователей, это, кажется, ближе к интернету вещей, то вот можно увидеть проект STORGE, это вот, когда распределенное облачное хранилище, и есть несколько аналогичных проекту STORGE. И вот можно просто подвести итоги, как можно использовать облака для блокчейна. Соответственно, для майнинга можно использовать локейшн и EAST-систему. Плаформа, понятно, это будет типа эфириума, что-то такое сделать, можно и на других вещах, в том числе, в том числе, можно сделать, наверное, и на опыт собственных решениях. Ну, естественно, СААСТов, и куча проектов уже есть, которые на СААСе предлагают решение блокчейна, это, прежде всего, подтверждение существования, документооборот, вот, в частности, Proof of Existence, то есть по стартапу, да, документооборот, факт, там, вот, есть стартапы по безопасности, сейчас, вот, у нас есть безопасность стартап, только вчера, вот, кстати, выступал представитель, кстати, пример того, что блокчейн пользуется популярностью, догадывает заключается в том, что вчера вот здесь же выступала, была большая конференция международная, это тоже был полный зал, и все тоже слушали, разговаривали о блокчейне. Вот это наш стартап и Меркуин, это экспортап и таки облачный, который обеспечит безопасность, технически не буду развивать времени, пусть сейчас нету, да. И опять-таки по поводу вывода, да, облако, интернет вещей, как оно менялось? Сначала у нас интернет вещей весь работал с мейнфреймом, да, то есть мейнфрейм, самолет, данные самолетов, электростанций, заводов и так далее, поступали на мейнфрейм. Текущие состояние, это трет вещей разработает облако, да, то есть у нас идет платформа нижнего уровня, дальше идут датчики, дальше все собирается на облачной платформе, идет анализ и так далее. Вот, и следующий шаг, это будет именно уже распределенное облако, это облако, которое будет включать в себя как предметы вещей, машины, значит, станции и так далее, так и облака, то есть такая большая распределенная сеть и, скорее всего, это будет сеть на блокчейне. Все тогда, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok